Семья правеньких это Богдан, Матвей, Юля и я жена. Мы с Луганской области города Старобельска. Да, мы занимались как участники АТО были, как служили, участвовали в грандовых программах и должны были конкурс. Мы выиграли один из больших таких, прошли поддержки ЮНИСЕФ, ЮСЕЙД и плюс на НРС, Норвежско-Датского совета. Мы помогали тоже инвалидам, ветеранам и занимались пчеловодством. У нас семейное фермерское господарство, эко-мёд. Те занимались ещё плюс строительством. У нас созидательный труд был. Хороший, мирный, приносящий здоровье и красоту. Еще и новости, там война. Да. И как мы это уже переживаем как бы уже второй раз, в 2014 году и сейчас. Но в этот раз просто мы тоже остались, мы были и ждали до последнего. Прах был на окраина города, он в течение двух дней не заходил. И мы ещё надеялись, уже были обстрелы по городу небольшие, там несколько зданий было разрушено. Но мы всё равно были это. И выехали мы уже в самый-самый-самый последний момент. Выехали в рубежное. Там тоже взорвали полотно железнодорожное. И мы там сутки ещё оставались в школе у нас, там в бомбоубежище. Мы там находились в течение суток. Нет, страха не было. Нет, мы уже, я же повторюсь, уже переживали этот момент. Уже немножко есть опыт. И просто больше стрессовая ситуация. Боясь за наших детей. За детей больше. Всё. В 2014 году, когда мы с Юлей и познакомились, и создали семью, мы были одни, нам не было так страшно. Тем более, как и без службы. Такого не было. А сейчас больше страх за наши будущие дети. Во Львов мы приехали тоже рано утром, тоже вокзалы переполнены, холодно. На улице, по-моему, 5 или 7 градусов мороза было. Было проблематично, тогда было ещё прохладно. Именно детки. Именно с детками. Потому что нужно было ребёнка одеть, раздеть. Ну, вот так вот. И с продуктами было тяжело в самом поезде. Потому что, ну, на двое суток не наберёшь, на трое там продукты портятся. И вот в этом плане так было. Да не выпускали. И нас просто не выпускали. Чтобы никто нигде не потерялся. Вот здесь, я хочу сказать, тут работает весь коллектив. Посмотрите, та же самая ситуация. Много приезжают людей с разными психо-детьми, с психоэмоциональным состоянием. И смотрите, много детей. Смотрите, тихо. Никто, нигде, ничего. Вы работаете. Команда полностью вся работает. Нет ни склок, ничего. Всё работает для нас. Вот мы здесь чувствуем себя комфортно. Ещё хотелось добавить и медицинское. Вот смотрите, и медицина, и внимание. Будо бедно, вот надо было. Проблема с ребёнком. И скорая помощь подъехала. И организационные все моменты. Очень, я же говорю, тут вот девочки, которые там, Татьяна, все организаторы, руководство. Скажу честно, ну, держать такой разношерстный, скажу так, коллектив, который приезжает, уезжает. Мы не знаем, что это за люди, какие это люди. Но, по крайней мере, здесь порядок. Ребёнок мой тут, ну, научился быстро бегать. Здесь уже пришли и тренировки по футболу. Вот хотим тоже самого маленького приучать. Конкурсы проводятся. Тут есть психолог. Он как работает и с детками может работать, и со взрослыми. Но я же говорю, всё, что нужно, вот, создаётся для детей вообще. Я думаю, вот, будущее наше. Вот, и я думаю, Украина отстроится, и с неё сделают индустриальную, современную, высокотехнологичную страну, где будут строиться заводы, где будет всё хорошо. И будет спорт, и будет мир. Ка, а ну, помаши дяди. Ка. А поцелуй воздушно сделай, поцелуй. Дядя. Ка. Ка. Сустремлю. Ка. Пока, пока. Субтитры сделал DimaTorzok